Отчет в статистике пострадавших на дорогах округа начался в понедельник, 17 декабря. Под колеса автомобиля угодила женщина. Пешеход переходила улицу по зебре. Автомобилист не успел вовремя среагировать. В итоге у пострадавшей сотрясение головного мозга, открытый перелом носа и множественные ушибы и ссадины. Два Prius'а не поделили перекресток. Один двигался по главной, второй по второстепенной и попытался проскочить. От сильного удара Toyota выехала навстречу, где догнала микроавтобус. В результате ДТП пострадала пассажир Таунайса. У женщины сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. И снова пешеход под колесами авто. Автомобилист двигался по улице Пушкина. Плохая видимость в вечернее время сыграла злую шутку с рулевым. По нерегулируемому пешеходному переходу шел мужчина. В результате удара прохожий отделался, можно сказать, и с пугом, и небольшой ссадины лица. Не справился с управлением автомобилист на гострассе. Молодой парень двигался в сторону Уссуриска и совершил наезд на припаркованную вдоль дороги Toyota. В результате ДТП пострадал пассажир отдыхающей машины. Сотрясением головного мозга водитель отправлен на амбулаторное лечение. Еще одно происшествие на государственной трассе. В столкновении обоюдная вина у автомобилиста и прохожего. Первый нарушил скоростной режим, а второй переходил дорогу в неустановленном месте. В результате столкновения сильно травмирован пешеход. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, перелом позвоночника, ключицы и ноги. И вновь пострадавший пешеход. На улице Некрасова в темное время суток автомобилист нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущества пешему участнику движения. В результате столкновения молодой парень с сотрясением головного мозга и ранами на лице отправлен на амбулаторное лечение. Сразу два ребенка пострадали в следующем ДТП. На улице Гоголя автомобиль наехал на двух девочек. Рулевой Мазды поворачивал налево и должен был пропустить пешеходов, но угодил в подростков. Пострадавшие 12- и 13-летние девочки отделались испугом и небольшими ушибами. Субботняя авария на государственной трассе закончилась трагически. Рулевой Ниссана не справился с управлением и съехал с проезжей части. В кювете машина опрокинулась на крышу. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля. Прибывшие медики диагностировали смерть. У пожарных уссурийска за неделю совершено 48 выездов. По традиции, часть из них ложные звонки и несерьезные возгорания. Однако на минувшей неделе зарегистрированы и крупные пожары. Так огонь в глуховке стер с лица земли половину двухквартирного дома. В огне погиб местный житель. Огнеборцы тушили горящую машину и несколько мелких возгораний в квартирах уссурийцев на минувшей неделе. В полицию города участились обращения о хищениях имущества из припаркованного транспорта. Сотрудники просят не оставлять личные вещи без присмотра. Также на минувшей неделе задержано несколько подозреваемых в квартирных кражах. Раскрыто громкое дело с мошенничеством в сфере кредитования. Сдай оружие. Операция с таким названием проходит на Калинина-17. Любое неучтенное или незарегистрированное оружие, а также пистолеты и автоматы можно сдать без получения штрафа.